Итак, о внутренней комплектации системного блока мы с вами поговорили в прошлом уроке. А сейчас давайте разберемся с основными устройствами ввода и вывода различной информации на компьютер. Все устройства, как вы уже поняли, можно разделить на устройства ввода и устройства вывода. К устройствам вывода можно отнести монитор, аудиоколонки, наушники, принтер. К устройствам ввода, в свою очередь, относятся мышь, клавиатура, сканер, CD-DVD-привод, о которых мы уже говорили, и, конечно же, микрофон. Давайте детально поговорим о каждом из них. Монитор. Монитор, пожалуй, это основное устройство вывода любой информации и ее графических элементов. Благодаря монитору мы, в принципе, и работаем с нашим компьютером, поскольку на ощупь, в принципе, если мы могли бы работать, то это было бы настолько затруднительно, что мы бы давно уже отказались от такой, казалось бы, невероятно нужной вещи, как компьютер, поскольку, не видя того, что мы делаем, вряд ли что-то хорошее мы смогли бы сделать. Но о сколько времени на это понадобилось, в принципе, и говорить не приходится. Все мониторы в наше время можно разделить на жидкокристаллические и LT-мониторы. Отличаются они тем, что жидкокристаллические мониторы, такие, как вы видите сейчас на изображении, это мониторы, в основу которых положены нано-кристаллы. Это специальные кристаллы, которые отклоняются друг от друга под определенным углом, и когда на них падает свет, они проектируют картинку пользователю. В зависимости от того, как вы сидите, отражение будет немножко другим. Ну и, естественно же, оно проецируется и фокусируется только благодаря тому, что монитор включен в сеть. То есть, сам по себе он без сети работать, конечно же, не будет. И LT-мониторы, это мониторы с электролучевой трубкой, которые распределяют спектр цветов. Я думаю, вы все видели такие большие мониторы с большой коробкой сзади. Они не очень удобны, громоздкие, более опасны, скажем так, и более нежелательны для работы, если у человека проблемы со зрением. И они намного больше потребляют электроэнергии. Поэтому я рекомендую, естественно, вам приобретать жидкокристаллические мониторы. Тем более, сейчас они доступны по соответствующей цене. Клавиатура и мышь следующие по важности, пожалуй, объект ввода информации на компьютер. С помощью клавиатуры, которая состоит обычно из 101 или 102, реже из 103 клавиш, вы вводите различную информацию на компьютер. А также управляете процессами операционной системы. Например, помимо того, что можно ввести какой-нибудь текст в компьютер, можно с помощью специальных горячих клавиш, забегу сразу наперед и скажу, что это специальные комбинации клавиш, то есть вы зажимаете сразу несколько клавиш одновременно, и с компьютером происходят определенные вещи. Вы можете включать, выключать компьютер, перемещаться по папкам и файлам вашего компьютера, вызывать одним щелчком кнопки на клавиатуре какую-нибудь программу, закрывать окна операционной системы, работать всячески с ней, делать отступы в документах, делать абзацы. В общем, совершать огромное количество манипуляций. Ну и основной манипулятор в наше время любого компьютера, это, конечно же, мышь. То есть, она помогает нам, причем своих движений по столу, двигать курсор на мониторе. С помощью двух основных клавиш, левой и правой, мы, в принципе, работаем со всеми файлами, папками, программами, открываем, закрываем их. Подробно об этом мы поговорим с вами далее. И являются, в принципе, сейчас незаменимым манипулятором. Конечно, сейчас в ноутбуках существуют так называемые тачпады. Я думаю, вы видели их. Это такие небольшие области на панели ноутбука, которые действуют только на нажатие, точнее, на проведение по ним, например, пальцев. То есть, это сенсорные, чувствительные такие вот устройства. Однако, мыши сейчас пользуются огромной популярностью и дальше. Поэтому, даже если у вас ноутбук, советую вам также приобрести мышь. Аудиоклонки и наушники. Ну, это, естественно, отличный способ вывести любую музыку или какой-то звук к себе, то есть к пользователю с компьютера. Они стоят не так уж и дорого, но обеспечивают хорошее полноценное звучание, помогают лучше воспринимать информацию, которая идет с компьютера. Ну и, естественно, помимо наушников, помимо, собственно, вывода, существует также ввод информации за счет микрофона. То есть, вы просто подключаете специальный разъем наушники, к ним уже чаще всего подключен микрофон, и вы просто можете что-то говорить, и при этом речь будет или записываться, или передаваться другому человеку. Ну, а аудиоклонки и наушники, конечно же, незаменимая вещь для вывода звука из компьютера, для полнотой ощущений. Далее мы движемся, перед нами принтер и сканер. Это два противоположных по принципу деятельности устройства, то есть принтер это вывод информации, сканер это ввод информации. С помощью сканера мы вводим информацию на компьютер, мы закладываем внутри сканера определенную лист бумаги с определенной информацией, она считывается с помощью, сейчас уже лазера, передается изображение на монитор, мы его сохраняем и дальше с ним работаем. Ну, а принтер, наоборот, выводит напечатанную нами информацию, то ли это текст, то ли это картинки, то ли это какая-то другая информация, на бумагу, то есть с помощью специального лазера или специальных чернил, они выпрыскиваются в тех местах, где нужно формировать текст, формируются тексты, выдается нам уже как распечатанная готовая бумага уже с какой-то информацией. Очень удобно. Все принтеры сейчас делятся на матричные, струйные и лазерные. О матричных мы не будем говорить, они сейчас встречаются крайне редко. Струйные действуют по принципу небольших струек, которые выделяются, струи краски, которые выделяются из специальных капилляров. Эти капилляры напрямую подсоединены к так называемым баллончикам или специальным таким отсекам с краской и впрыскивают определенные цвета и формируют текст. А лазерные это когда засыпается в барабан порошок, ну либо если черно-белый, то черный порошок, если не черно-бело-цветной, то соответственно определенные цвета, которые... Ну а специальные такие вот барабаны, которые внутри себя содержат, это вот этот порошок специальный, либо цветной, либо черно-белый, он лазером распределяется по бумаге и формируется текст или какое-то изображение. Соответственно цена их тоже варьируется. Если это оптический лазер, как вы уже поняли, то это одна цена, которая в полтора или два раза дороже, чем цена обычного струйного принтера. Хотя для работы с черно-белыми документами вполне достаточно хорошего лазерного черно-белого принтера. Что же касается сканера, то в принципе все сканеры очень похожи между собой. Единственное, что они отличаются объемом информации, которую можно автоматически погрузить туда. И, наверное, еще тем, как быстро они считывают информацию. Например, могу сказать, что я часто сталкиваюсь с двумя сканерами. Один это старенький сканер, который может лет 10 или 15, а второй абсолютно новый. И могу сказать, что новый отличается в работе лишь тем, что не имеет никаких проблем с Windows 7, в отличие от старого, на которого, к сожалению, нет драйверов, специальных программ, с помощью которых можно опознать этот сканер на компьютере с операционной системой Windows 7. И он немножечко медленнее работает. А так, разницы особо я не вижу. Итак, последнее наше устройство ввода информации это игровой джойстик. Ну, я думаю, вы видели такие вот джойстики. Они имеют, в принципе, еще и другую форму. Или это, например, будет какой-нибудь руль, или еще какой-то манипулятор. Ну, суть его это, конечно же, более реалистичная игра в игры. Ну, я думаю, что вам он пока что не нужен особо. В принципе, даже когда вы будете уже уверенным пользователем, вам он тоже особо не понадобится. Скажу вам честно, это больше похоже на какое-то баловство. Однако, если у вас есть большое желание, то вы можете для больших ощущений, скажем так, приобрести себе такой вот манипулятор. Ну, это уже, в принципе, ваше желание. От его наличия или отсутствия компьютер хуже и лучше работать не станет. Итак, мы разобрались с вами с устройствами ввода и вывода информации. А в следующем видео уроке мы уже конкретно начнем с вами работать с операционной системой Windows 7. Продолжение следует...